Приветствую вас, Виктория, и вы с одной стороны сейчас получили, я бы сказал так, право там, там что разрушилась ваша такая вот привычная связь. С человеком, вот, привычные модели поведения разрушились, и вам от этого непривычно, больно, тревожно, вот, тяжело, конечно. У вас есть определенные негативные эмоции, вот, ну такие как, там, обиды, злость, что-то такое есть, обязательно. И, наверное, важно не держать этого себе, важно выражать, плакать, если угодно, если хочется плакать, то плакать. Ну, а плакать лучше всего кому-то, чтобы получать обратную связь, вот, чтобы получать некоторую поддержку, чтобы иметь возможность на кого-то операться, чтобы иметь возможность, скажем, лучше узнавать себя в этой, ну, в этой истории, вот. И, это крайне важно, достаточно. Это первое. Второе. Вот второе, о чем я хочу сказать, несколько более сложное, но в то же время должно быть и более интересное. Потому что, ну, я надеюсь, для вас. Дело в том, что вы оказались в этой ситуации, в ситуации, что вам так плохо без молодого человека, к сожалению, не случайно. Мы оказались в этой ситуации, потому что, на то были причины. И эти причины связаны с тем, как вы организовываете свою жизнь, как вы организовываете свой досуг, как вы организовываете свою поведенческую сферу и так далее, и так далее, и так далее. Условно говоря, то, что вам сейчас плохо, и то, что вы все время плачете, то, что вы, ну, не можете ничем, например, заниматься, вот, свидетельствует о том, что вам в своей жизни мало что интересно. То есть, вы не интересуетесь сами своей жизнью. Такое, по крайней мере, у меня возникло чувство и ощущение. То есть, самое главное, что есть в вашей жизни, как бы говорите вы, это мужчина, мужчина, ну, вот, ваш мужчина. Вы сейчас нет, не так важны, не так интересны, по вашему мнению, может быть. Не так вы себя цените. Из-за этого расстается пример, когда в моей жизни ничего ценного нет, в моей жизни ценного очень мало. А я пытаюсь за счет другого человека ее такой делать. И ваша проблематика, по мой взгляд, основная заключается как раз в том, что вы интересуетесь своей жизнью, вы обесцениваете свою жизнь само по себе, при том, что это не означает, что вам не нужен мужчин, не означает, что вам нужно быть одной. Это означает только то, что вы слишком сильно обесцениваете себя и слишком сильно возвеличиваете его, я имею в виду мужчину. Вот. Тогда как это вас, по сути, это вас делает зависимым. Вот. Ведь нет ничего удивительного, что теперь ваша жизнь, вероятнее всего, кажется вам достаточно пустой и, может быть, неинтересной. Ваша жизнь кажется вам странной, может казаться вам странной сейчас, ваша жизнь может казаться вам бессмысленной сейчас. И я могу вас, в принципе, понять, потому что ради чего мне еще жить, думаете вы, ради чего мне еще жить, когда вот мужчина, да, который для меня много знает, и он от меня, собственно, когда ушел. Вот. Это вот на самом деле и есть проблематика. То, что фактически вы себя обесценили до такого момента, да, что без другого человека вы не проживете, вам плохо, что другой человек, по факту, это, ну, немного не мало самое интересное, что есть в вашей жизни. Вот. А не вы. Вот. Ну, как мне думается, и я серьезно так считаю, что в этом заключается ваша основная проблема. И, соответственно, начать заниматься собой, начать интересоваться собой, начать изучать свои интересы, начать исследовать себя, свои интересы, то, что вам нравится, то, что вас интересует, это то, что вы могли бы сделать, это то, чему вы могли бы уделить свое внимание и получить, как мне кажется, очень большие плюсы ввиду пополнения своей энергией, ввиду лучшего знания себя, лучшего понимания себя и так далее. То есть, условно говоря, вы, вы, вот вы сами для себя целый мир. Но, вы так не ощущаете, вот, вы не чувствуете, что, что вы для себя целый мир. Как мне кажется, как мне кажется, и вам нужен кто-то другой, чтобы заполнял, грубо говоря, ну, какую-то пустоту в вашей жизни, чтобы, грубо говоря, как-то вот спасал вас от вот этой вот самой, ну, пустоты в вашей жизни. То есть, мне кажется, мне кажется, что вы, вы здесь, ну, вот, к себе относитесь весьма и весьма обесценивающе, мне так кажется, мне так кажется. Да, вот, ааа, как бы, можно было бы относиться к себе гораздо лучше. Вот. Но, м-м-м, для этого вам нужно постараться увидеть, как мне кажется, постараться увидеть в себе те обесценивающие тенденции, те обесценивающие моменты, которые у вас присутствуют, которые у вас могут быть, вот, и постараться, постараться уже с ними поработать и с ними поисследовать, поисследовать, с ними повзаимодействовать, чтобы увидеть, что в этом относится к вам, а что нет. Еще один важный момент заключается, наверное, в том, пожалуй, в том, что вас, конечно, задело эта ситуация с молодым человеком. Она вас задела, она вам неприятна, вот. И вы хотите убежать от боли, которую вы испытываете. Я бы сказал, что это, ну, вообще, вот, само по себе нормальное такое желание, нормальное такое, нормальное такое, нормальное, нормальное такое подрядность человека бежать от боли. Но, собственно, вот, то, что вы сейчас, я бы сказал, делаете, это вот такое бегство от боли получается. Вот. Но, тут момент, как мне кажется, в том, чтобы не бежать от боли, а, чтобы, наоборот, стараться идти навстречу, навстречу ей, навстречу ей. Для чего? Чтобы лучше понять себя, чтобы лучше изучить себя, чтобы лучше прочувствовать себя. Мне кажется, что это как раз то, на что вы могли бы обратить свои ресурсы, да, и посмотреть, а что у меня болит, что я хочу, чем меня так ранит то, что, собственно, ну, мужчина, да, значит, эм, ушёл, вот. Чем меня это ранит? Как меня это ранит? Вот. Это, на мой взгляд, очень конструктивный вид, чтобы, Потому что даже если человек завтра решит вернуться к вам, но при этом вы, например, останетесь такой же статус и не изменитесь, то это будет как бы провелом, потому что он снова уйдет и снова он уйдет, как раз по той простой причине, что вы останетесь точно такой же и будете вести себя точно так же. Привязанность, ну вы описываете это как раз, на мой взгляд, именно что. Привязанность вы не описываете, на мой взгляд, любовь, потому что у вас здесь по сути-то тел есть, ну как бы такое, я бы сказал, эгоистичное восприятие своего партнера. Так вот, когда человек, значит, относится к своему партнеру вот так вот через ему привязанность, это замечается, потому что человек обещается и расстраивается, когда, ну, там, не получает обратных связей, что говорит о том, что в процессе подобная любовь всегда проявлялась через некоторую, ну, я бы сказал, жертвенность. Вот так. Вот. Что это значит? Что значит жертвенность? Это значит, что вы, как бы, делая что-то для своего партнера, скорее всего, не кайфовали, не получали этого удовольствия. А если удовольствия получали, то, ну, скорее всего, эм, только в том случае, если, эм, могли получить какую-то обратную связь. То есть, если, там, ну, если, условно говоря, молодой человек вам что-то в ответ, там, давал. Вот. А если он ничего не давал, то вам было тревожно, грустно и болезненно, и вы себя чувствовали как-то, вот, неприятно. В этом, ну, в этом, в этом состоянии, в этой ситуации, по сути, по сути дела. И, эм, это и есть то, что называется привязанность. То есть, вы себя обделяли. И вам бы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ реализовать через другого человека. Вот чего мне хочется. Понимаете? Вам хочется всё забыть, Виктория, потому что больно. Но забыв всё, вы не сможете воспользоваться опытом, не сможете воспользоваться тем, о чём сигнализирует ваша психика. Я не знаю боли, то есть я не знаю любви, где с одной стороны не было бы боли какой-то и грусти. Но с другой стороны, я не знаю любви, где есть только тот, кто любит. В любви есть прежде всего тот, кого любят. Если вы любите, но вам плохо, что от вас ушли, то плохо вам, вы что-то теряете, а это уже не любовь. Любовь это про отдавать. А вы ведь говорите про получать. Вот то, что вы хотите получить, вам необходимо идентифицировать самостоятельно, чтобы не быть зависимыми, быть ценной, быть достойной. И тогда, ну я думаю, что от вас уже не будут уходить, а вы будете сами уходить. Вот. Не думайте, пожалуйста, что вы были, как выражается в вашей терминологии, вы были целостны. Нет. Вы не были целостны. Вы всегда были, ну в определенной степени, такой, разробленный, можно сказать, разрозненный. Просто отношения создавали, создавали некоторую иллюзию, иллюзию того, что вы себя хорошо чувствуете. Но по факту, исходя из того, что я сказал, вы уже были такой, вступая в отношения. Именно поэтому отношения возрастают. Вот. Если вы хорошенько подумаете и спросите, а почему молодой человек со мной росло? Ну, собственно, вот. Молодой человек со мной росло, ну там, допустим, потому что ему не нравилось то-то, то-то, то-то. Или потому что у него там прошли чувства ко мне, да? Ну, например. Вот. Если молодой человеку не нравилось то-то, 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 ну, наверное, он ведь, ну, говорил мне об этом. Наверное, он сказал, что мне это не нравится, то-то, то-то, то-то. Но я, наверное, все равно продолжал это делать. Значит, я, ну, как бы, либо это я, либо это я настоящий, либо я чего-то хочу. Вот. Это первое, да? То есть, вот, посмотреть на свой собственный склад. Объективный, без того, что я виновата, я плохая. А именно, вот, просто безоценность надо посмотреть на это. Дальше. Если у молодого человека, ну, допустим, прошли чувства. Вот. Просто прошли чувства и все. Опять же. Как это вами воспринимается? Как вы говорите? Вот. Постарайтесь на это обратить внимание. Постарайтесь обращать внимание на то, что с вами происходит. Вот. Условно говоря, вы пишите, что мне плохо, я не знаю, как представить. Что такое плохо? Вот. Что такое плохо? Понимаете? Плохо это оценка. Давайте более конкретнее. Вот. Вот вы пишите, хочется удариться от стенок. Это агрессия. Это агрессия. Это злот. Что происходит. Я думаю, это как раз про то, что вы для молодого человека делали. И он это не оценил. Я могу ошибаться. Я могу быть не прав, Виктория. Но просто преследуйте себя. Просто преследуйте себя. Да. И насчет советов, Виктория. Психологи советов не дают. Психологи занимаются помощью человеку, но не дают советов. Очень важно это. Это понятно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь на обратную связь. Продолжение следует.